Проблемы детей-сирот обсуждали на этой неделе. Томские чиновники круглый стол организовали в Белом доме. Собравшиеся говорили о том, что каждый год в Томской области сиротами становится около сотни детей. Почти все сироты, многие, во всяком случае, сироты социальные, то есть при живых родителях, очень часто от младенцев отказываются в роддомах. Как правило, родители объясняют это решение своими жилищными проблемами. И вот собравшиеся на свое заседание чиновники говорили о том, что надо заниматься профилактикой, работать с неблагополучными семьями, помогать им материально, повысить зарплату сотрудникам детских домов, специалистам органов опеки, поддерживать материальные усыновители. Такие заседания сейчас проходят повсюду. В стране после принятия закона Димы Яковлева или закона подлецов, как называют его многие, развернулась целая компания. Чиновникам велено срочно решать проблемы сирот. Между тем, те, кто реально столкнулись с проблемами усыновления, опасаются, что эта компания, как всякая компанейщина в России, обернется немотивированными законами, необдуманными усыновлениями и потом возвратами детей в детские дома. В соседнем с нами Новосибирске уже давно действует общественная организация, которая занимается проблемами усыновлений. И сейчас те, кто прошел этот путь, пытаются объяснить властям, что на самом деле представляют собой наши детские дома и как можно и должно решать проблемы сирот в России. Мелани Бачина побывала в соседнем Новосибирске и поговорила с усыновителями и с теми, кто помогал им пройти этот путь. Каждую пятницу Ольга встречает свою младшую дочь после школы, и они вместе идут к маме на работу. В общественную организацию усыновителей день Аиста. По пятницам здесь своего рода день открытых дверей. Здравствуйте. Усыновители приходят вместе с детьми на беседку, чтобы поговорить о своих успехах, поделиться опытом, получить ответы на вопросы. Ольга и сама сначала пришла сюда за ответами. Хотела понять, как воспитывать приемных детей, как помочь им преодолеть страхи и, самое главное, боль. Ольга только со временем стала узнавать подробности того, как жили ее дочери в детском доме. Она утром просыпается, лежит тихонько, с открытыми глазами, смотрит перед собой и плачет. Подхожу к ней, что случилось? Можно вставать? Конечно, можно. Мне даже не сразу пришло в голову. Точно так же, подходя к туалету, она спрашивала, можно в туалет, можно воды попить. Она говорила, что пить им давали по полстаканчика. Полстаканчика в обед, полстаканчика на завтрак, что бы мы в туалет не хотели. Когда однажды ребенок пролил молоко, я вытерла со стола и выжила тряпку. Ну и дала ребенку другое молоко. И она говорит, ты знаешь, а в детском доме нам эту тряпку выжимали в стакан и заставляли пить. У Ольги четверо детей, двое кровных сыновей и две удочеренные девочки. Старшая Рита о детском доме вообще вспоминать не хочет. Младшая она вспоминает иногда в контексте. Что-то вдруг расскажет. Например, ты добрая, ты меня не лупишь. Я говорю, а за что тебя лупить? Она говорит, ну мало ли, я же ведь не слушаюсь иногда. В детском доме меня лупили тапком и линейкой. А за что, Ань? Ну за то, что, например, я легла спать и захотела в туалет. Подобных историй даже страшнее здесь знают сотни. Но проблема не только в том, что в некоторых учреждениях с детьми жестоко обращаются. Детские дома бывают разные. Проблема в системе как таковой. Я когда приехала за своим ребенком, я впервые столкнулась с такими глазами. Когда ребенок абсолютно отрешен, он смотрит мимо тебя. Ее посадили, она сидит. Ей было 11 месяцев. Ее положили, она лежит. 11 месяцев. Это кощунство, даже мысль допускать о том, что ребенку может быть хорошо в казенном дожине. Ну, это как тюрьма. Там нет любви, там нет чувств. Когда мы с ней познакомились, она была темненькая. Ее перевели в дом ребенка. Я в этот же день прибегаю. Ага, на следующий день прихожу, она светленькая. Я говорю, слушай, а что случилось-то? На меня глаза так помыли. Привет, дядя! Во всех детских домах дети живут по режиму. Встают, едят, играют, моются и даже ходят в туалет всегда в определенное время. Детский дом не семья. Это учреждение, в котором должен быть порядок. Нужно, чтобы дети в учреждении вели себя правильно. Потому что если даже 8 человек, и они начнут проявлять весь набор своих эмоций, никакого самого замечательного воспитателя, там есть дисциплина. Там есть жесткие правила, структура этого самого учреждения. И все другие эмоции не запрещаются, подавляются. Никто персонально не заинтересован в ребенке. Хуже того, получается, что вся система устроена так, что чем хуже с ребенком все происходит, тем лучше работникам. Это кажется парадоксально. Но вот если, например, у ребенка случается какое-то заболевание, вплоть до инвалидности, это значит, надбавку будет получать воспитатель. То есть никто не спросит, а почему, интересно, ребеночек был здоров и заболел. Жена, дай нам клей. Все эти дети усыновленные. Все они пришли в семьи из детдомов и домов ребенка. И есть разница между тем, какие они сейчас и какими они были там. Когда начинаешь прикладывать усилия небольшие, то ребенок отзывается, просто действительно расцветает. И они как такие, как засушенные, замороженные там находятся. И когда вот попадают они в семью, как благодатная почва. Я абсолютно уверена, что коллективное воспитание обречено на неудачу. И ребенок не может жить ни в доме ребенка, ни в детском доме. Это не для детей. Даже вот обсуждать это не желаю. Это абсолютно не для детей. У самой Жени пятеро детей, двое усыновленных. Мы с ним по пятницам так и видим все. На группе только. За годы работы она помогла сотням людей. Сейчас в школу усыновителей дня Аиста очередь. Но приемными родителями смогут стать не все. И не потому, что процедура усыновления сложная, говорит Женя. А потому, что люди окажутся неготовыми. Усыновить, уверена она, у нас в стране не сложно. Я видела, что предлагают действительно очень много бреда. Процедура усыновления в России и так одна из самых простых в мире. Очень хочется каких-то моментальных эффектов. Опять же, мы все годы говорили, что мы знаем тысячу и один способ, как буквально за два месяца стимулировать российское усыновление, опеки. Но, опять же, мы никогда этого не сделаем, потому что мы знаем, что также спустя короткое время будет откат. Мы против компанейщины. Эта компанейщина, говорят, здесь уже вовсю разворачивается в стране после последних решений депутатов. Насчет закона Димы Яковлева, у меня последние три недели часто спрашивают, как я к нему отношусь. Ну, как я к нему отношусь? Естественно, плохо я к нему отношусь. Изменит ли как-то российскую статистику усыновлений, отмена американского? Нет, не изменит. Но судьбы нескольких детей, пусть даже 50 будет всего, изменят. Это плохо. Я за слова классика, что слединка одного ребенка, наверное, важнее, чем все на свете. По поводу закона Димы Яковлева, мне просто стыдно. Вот даже вот, мне первый раз в жизни стыдно за наше правительство, за Россию. То есть так просто нельзя. Усыновители оказались не только против запрета на усыновление американцами российских детей, но и против послаблений в процедуре оформления документов на усыновление. Они опасаются, что эти упрощения и мотивирование усыновителей деньгами привлечет людей случайных, меркантильных, не готовых воспитывать приемных детей. Никогда люди не руководствуются тем, а что не завестили нам ребеночка, потому что обогатимся. Сейчас люди усыновляют детей, почему? Потому что им нужны дети. А потом, я просто боюсь, что как бы не стали их усыновлять, потому что им нужна квартира. Один построил свой дом на песке. Один построил свой дом на песке. И дождь пошел. Я хочу сегодня рассказать сказку про аиста. Однажды, солнечным осенним деньком, аист подхватил малыша, самого лучшего малыша на свете, и понес его домой, к его родителям. Аня Макаренко сейчас 10 лет. Она занимается в театральной студии и ходит на вокал. Помогает маме в ее работе. Сыграла небольшую роль в просветительском фильме об усыновлении. Разговаривать с незнакомыми людьми о своей жизни в детском доме Аня не захотела. А мама Ани старается, чтобы она об этом своем опыте и не вспоминала. Из хорошего и из плохого детского дома выходят дети одинаковые. Не приспособленные к жизни, не умеющие о себе позаботиться. То, что сейчас происходит, многие люди пытаются вкладывать деньги, много спонсоров у детских домов. Все это как золочение клетки. На самом деле это тюрьма для детей. Но разве может быть вкусная каша, которую сварила не мама? Интересная сказка, которую рассказал не папа. Веселая прогулка, когда ты один.